Добрый день дорогие друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитьё. И в прошлый раз мы рассмотрели с вами вот эти два варианта качелей. Сейчас мы вернемся ко второму варианту, когда мы хотим получить качели именно со стоечкой сзади. Для этого мы конечно же снова берем базовую конструкцию полочки и спинки и начинаем строить обычные качели. Сначала обычные качели. Что мы для этого делаем? Вот это сгиб у нас будет с вами ткани. И мы вспомним о том, как мы строили с вами цельновыкраенный воротник. Нам для этого нужно было известным, чтобы нам была известна длина горловины спинки. Сейчас у нас получится своего рода микс. Длина горловины спинки от плечевой точки до ростка, допустим 10 сантиметров. Значит, вот к этому плечику, который мы нарисовали здесь, мы добавляем перпендикуляр. Восстанавливаем перпендикуляр, как в любом случае с воротничками, цельнокрайонами. На нем откладываем 10 сантиметров. Отложили. Здесь 10 сантиметров. Это равно длине горловины спинки. Затем откладываем перпендикуляр еще один. Это будет высота нашей стойки. Я хочу, чтобы она была 3 сантиметра. И третий перпендикуляр мы откладываем уже из этой точки, тоже длиной 10 сантиметров. И у нас получился воротничок сзади. То есть, эта стойка, она пришьется вот сюда на спинку. А теперь нам надо нарисовать качели. А качели у нас всегда вот такой вот уголочек. Прямой уголочек. И вот мы получили, собственно говоря, выкройку наших воротничка, но качелей. Как у нас будет, какой у нас будет вырез? Давайте посмотрим, какой глубины вырез. 23 сантиметра у меня здесь. 23 сантиметра. Значит, давайте мы снова нарисуем нашу шею. Так, плечи. Здесь у нас стоечка образуется. Вот так вот стоечка. Так. И вот этот вырез, вот этот вырез у нас 23 сантиметра. Опять же, если вы хотите, чтобы он у вас был больше, скажем, 24, 26, 27 сантиметров, да, значит, вам не хватает вот этого вот расстояния. Вы его измеряете и точно так же, как в предыдущем случае, вы добавляете его вот сюда. Скажем, 4 сантиметра вам не хватает. Добавили сюда 4 сантиметра. Значит, нужно выполнить отведение как бы нашей средней линии. Хорошо. Тогда снова восстанавливаем вот тут перпендикуляр. Вот так вот так. И мы получим уже более глубокий вырез этих наших качелей. Вот, собственно говоря, и все, как мы добиваемся того, что мы хотим. Ну, я еще опускаю историю, когда у нас появляется остаточная выточка. Это более сложный вариант, и мы об этом поговорим чуть позже. А пока давайте вернемся к нашей обработке. Значит, какую бы обработку я здесь предложила? Я бы сделала здесь цельнокрайонная обтачка у меня не получается, потому что мне нужно захватить и вот эту спинку. Значит, внешний край у меня бы выглядел... Ну, давайте, например, по первому варианту пойдем вот так. Это будет подкрайная обтачка. Дальше полностью сохраняется форма вот этого нашего воротничка сзади. Здесь сгиб получается. Ну, и я бы сделала ее, допустим, вот такую какую-то. Вот это у меня получилось бы, так сказать, обтачка. Но в этом случае эта обтачка уже не может быть цельнокрайонной. Она будет у нас приточной. Так что пробуйте, смотрите. Вот таким вот простым образом я бы решила эту нашу задачу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда Ваша Галина Коломейко. И продолжение следует. Мы еще и дальше с Вами поговорим о том, как нам сделать вот здесь еще и остаточную выточку сохранить. Тоже очень интересная, но непростая тема. До новых встреч! Продолжение темы воротник качели со стойкой мы с Вами сейчас разберем следующий вариант. Измеряем горловину спинки. Добавили припуски к базовой конструкции. У меня 9,5 см. Значит, из вот этой точки перпендикулярно вверх длиной 9,5 см. Сразу добавляем припуски. Вот это будет рассечка. Высота стойки 3 см. Добавляем припуски. И уходим вот сюда. Все, наша выкройка готова. Это у нас будет воротничок качели. Вот по такому варианту, который мы с Вами разобрали. То есть, сзади будет пришиваться наш воротничок. Да, вырез получится небольшой. Всего лишь навсего здесь у меня получилось 16 см. Но в трикотаже, я думаю, и это тоже будет нормально. Сейчас мы все это вырезаем. И смотрим, что у нас получится уже на макете. В нашем варианте на манекене. Ну и дальше ничего особенного. Я показываю, как идет непосредственно раскрой всего, что мы с Вами построили на ткани. Как я добавляю припуски. Как я ставлю все необходимые рассечки. Как я вырезаю домик над выточками. Вот как я оформляю переход от плечевого шва к горловинке. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Как переношу выточки на другую сторону. Но я думаю, что Вы все это уже умеете и знаете. Поэтому не будем на этом заострять наше внимание. Но я отдельно хочется показать, как я ставлю самое такое сложное наше место. Это вот эту рассечку. Как ее потом обрабатывать, я Вам уже показывала. Конечно, место для рассечки лучше всего проклеивать. Для того, чтобы все держалось. Все, начинаем сметывать. Мы закончили раскрой. А это второй вариант нашего воротника качели. Стоечкой цельнокрайонной. На этот раз стойка у нас приточная со стороны спинки. Обтачку нужно выкраивать общую для всей горловинки. И видите, за счет того, что мы там немножечко забрали на эту стойку, у нас не очень глубокий получился вырез. Вот такой вот вырез получился всего-навсего. Но я думаю, что для тех, кому это и не обязательно, если это будет выполнено из трикотажного полотна, собственно говоря, то тоже вариант будет очень даже ничего. Потому что и спинка мне понравилась. Сейчас мы посмотрим это. И вот этот переход наверху. Видите, как он хорошо лег, собственно говоря. И вот наша спинка. Спинка выглядит примерно как-то вот так вот. Тоже лежит без всяких изменений, переделочек. Как, как говорится, скроили, так все и сделали. Даже в таком варианте, варианте из совершенно неподходящей ткани, выглядит это вполне прилично. Тяжелый трикотаж и все ляжет как следует. Мне, собственно говоря, понравилось. Ну, а у вас, как всегда, будет выбор. Какой вариант вам более понятен, какой менее понятен. Тут вы и будете использовать в своих работах. Вот так вот.